МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы думаем, что знаем, что такое красота. Но что же объединяет красивых людей? Что делает их привлекательными? Красота – это магия. И сегодня мы постараемся разгадать, в чём её секрет. Психологи говорят, человеку надо всего 7 секунд, чтобы понять, кем может стать собеседник – другом или врагом. Спросим у детей. В группе малышей мы показали фотографии людей. Их задача – выбрать тех, с кем они захотели бы дружить. Маргарет Тэтчер. Стар. Стив Джобс. Трогий, суглопый. Грустный. Грустный. Разозлённый. Разозлённый. Задумчивый. Задумчивый, да. Вы бы к такому подошли подружиться? Нет. Индироганди. А вы бы дружили с такой вот женщиной? Нет. Почему? Она как бабка-юшка. Некрасивая. Некрасивая. Страшная. Некрасивая. Неумная. Нечестно кто. Некрасивые люди, несмотря на все их способности и блестящий ум, детям не нравятся. А вот красивым малыши приписывают самое лучшее качество. Красивая. Хорошая. Супермодельная. Умная. 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 Хорошая. Она любит детей, животных, природу. Она занимается спортом. Она очень быстрая, смелая, храбая. Всегда справедливая. У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление, говорила Коко Шанель. Вот почему для большинства людей так важно быть красивыми. Можно сколь угодно утверждать, что внешность не главное, но красивым людям действительно живется проще. У них больше шансов найти хорошую работу. Красивым людям чаще помогают. Их считают особенными. Мы не просто любуемся красивыми людьми, но и сравниваем себя с ними. И в этом сравнении счет почти всегда не в нашу пользу. Могилевченко Аня уверена, идеал женской красоты – американская актриса Мэган Фокс. Ее достоинства она готова перечислять часами. Какая-то в ней загадка все-таки. Видно, что-то прячется за этими глазами. Форма бровей очень женственная, красивая, правильная. Аня захотела стать похожей на кумира. Полностью скопировала прическу, форму бровей и даже решила увеличить губы, как у любимой актрисы. Если хорошо продепилирована эта часть, она делает немного губы пухлее, как у нее. Но все пошло совсем не так, как хотелось. В косметологии наложили слишком горячий воск. И в погоне за идеалом девушка чуть не потеряла свою красоту. Аня еще долго восстанавливала кожу. А потом у нее и вовсе пропало желание копировать идеальную Мэган Фокс. Когда мы строим себе кумиров, идеалов, мы забываем о том, что это опять созданный образ, телевизионный образ, будь то актриса, будь то еще кто-то. И над этим работает целая команда. Это называется имидж и так далее. А люди, которые пытаются гнаться за этим имиджем, то они теряют себя. Мы часами прихорашиваемся у зеркала. Но оказывается, даже главные ценители женской привлекательности не знают, что такое красота. Красиво – это когда на вид красиво. В первую очередь, я думаю, она должна быть похожа на женщину. Красиво должно выглядеть. Это как? Ну, это одно слово – красиво. Не знаю. Ну, если у нее такое понравится, значит, мое. А что в ней должно быть, чтобы она вам понравилась? Не могу сказать. Удивительно, но самые строгие критики собственной красоты – мы сами. Только 4% женщин считают себя красивыми. Одна компания провела эксперимент, который показал – женщины красивее, чем они думают. Художник рисовал по два портрета женщин, не видя их. Сначала свою внешность они описывали сами, а затем это делали посторонние люди. И рисунки получились разными. На автопортретах лица напряженные и не слишком привлекательные. А на эскизах со слов окружающих – открытые и симпатичные. Мы часто себя недооцениваем. Но чем старше мы становимся, тем сложнее чувствовать себя красивыми. Появляются морщины и, кажется, привлекательность исчезает. Чтобы удержать её, могилевчанки всё чаще прибегают к так называемым уколам красоты. Любая женщина, подходя к зеркалу, когда видит, что у неё опустились уголки губ, образовались морщины вокруг глаз, к сожалению, не способна чувствовать себя такой же счастливой и прекрасной, как и ранее. Коррекция морщины, инъекции ботокса, мезотерапия – на эти процедуры решается всё больше женщин. Если раньше хирургическая пластика воспринималась как нечто страшное, неизведанное и несколько подозрительное, то сейчас хирургическая пластика в порядке вещей, и женщина воспринимает эту процедуру как ежемесячный, например, поход к своему стоматологу. Интересно, а что, на взгляд врача, можно было бы изменить в моём лице? Пожалуйста, нахмурьте брови, лоб вверх, бровки вверх, и улыбнитесь глазками. Что мы видим? Мы видим, что здесь собираются глубокие гиперкинетические морщинки. Как профилактику мы можем сделать инъекции ботулинического анотоксина. Это? Это то, что в народе называется ботокс. Вот оказывается, а я-то думала, у меня внешность идеальная. Наивная. Узнаем о красоте у тех, чья работа – быть привлекательными. Модели. Татьяна Полоскова руководит Могилёвским филиалом модельного агентства «Студия моды» Сергея Нагорного. Татьяна может точно просчитать, какое лицо будет в моде. Действительно, бывает огромное количество моделей, у которых шикарные глаза, красивый нос, абсолютно тонкие губы. Например, отсутствие, может быть, слишком пухлых губ заменяет слишком красивые глаза, очень большие глаза или какой-то необычный носик. В этом году модели Татьяны Полосковой взяли большую часть титулов на национальных конкурсах красоты. Благодаря этим конкурсам появляется уверенность в себе. Ты стараешься, ты стремишься, ты самосовершенствуешься. Татьяна Полоскова открыла таких моделей, как Анастасия Музыкантова, Мария Бузак, Елена Ломака, Алина Пивоварова. Это наши землячки. И сейчас они работают в мировой фэшн-индустрии. Конечно, может быть, не просто правильные черты лица, носик, пухлые губы и глаза, а может быть, особый носик, особые глаза, особые губы. Эксклюзивные. Вы не поверите, но код красоты все-таки существует. И открыл его греческий философ Пифагор. Он вычислил, что код красоты – это соотношение единицы к 1,618. Давайте разберемся. Пифагор утверждал, красота цветка не случайна. Его узоры основаны на точном геометрическом соотношении единицы к 1,618. Также и в красивом лице рот обычно в 1,618 раз шире носа и ровно во столько же раз больше расстояния от уголка рта до угла щеки. Известный философ Пифагор. Стивен Маркварт учил соотношение с числом 1,618 и создал маску красоты. Он уверяет, чем лучше маска подходит человеку, тем красивее его лицо. Артистские вспышки шоу 3ХЛ такую маску и примерять бы не стали. Они уверены – красоту линейкой не измеришь. Арматы с добой истощая, мы себя впечатываем в вечность. Собственный стандарт провозглашая. Сто, еще раз сто и бесконечность. Непоколебимой уверенности и любви к себе у этих красоток можно только поучиться. Чем я, например, хуже этих худеньких? Я, например, себе не комплексую. Я люблю такую, как я есть. У меня муж любит такую, как я есть. Вес каждой артистки за сотню килограммов, но они ничуть его не стесняются. Носят яркие наряды и кружевное белье, спят только на шелковых простынях. Но как при этом не чувствовать себя королевой? У людей распространилось ошибочное мнение, что если человек полный, он много кушает. К сожалению, нет. Есть и ряд заболеваний, и ряд других причин, которые приводят к той или иной степени ожирения. Толстушки с первой встречи заражают своим опаянием. Да так, что невольно и засомневаешься, что красота имеет стандарты. Я знаю, о чем вы подумали. Стоит молоденькая девушка с прической, макияжем, рассказывает тут о естественной красоте. Вы спросите, так что же ты сама накрасилась и причесалась? Ну вот вам и другой вариант меня. Без прически и наряда. Жуть. Значит, не только в косметике дело. Кто-то сказал, красивая женщина, счастливая женщина. А значит, привлекательными нас делает энергетика. Энергетика – это именно то, что мы называем обаянием, магнетизмом, изюминкой. Женщина, излучающая уверенность, страсть, кокетство или нежность и влюбленность, светится изнутри. И не заметить это невозможно. А как считают обычные женщины, девочки и бабушки? Для меня красота – это сочетание в себе не только природных данных, но и регулярного ухода за собой, любви к себе. Ну, в первую очередь, это страсть. Когда страсть в глазах, когда женщина занимается каким-то своим любимым делом, у неё горят глаза. И вот эта вот любовь, она распространяется. Наверное, это называется обаяние, а не красота, но вот оно такое вот, неуловимое. Почему ты считаешь свою маму красивой? Потому что у неё красивые бусинки. Всё, что меня окружает, практически всё я нахожу красивым. Ко мне всегда люди как-то знакомятся со мной очень быстро. Меня это удивляло. Думаю, почему? Потому что я улыбаюсь. Но большинству современных женщин смело можно поставить диагноз «хроническая серьёзность». В вечной гонке «работа-дом-работа» такая женщина годами не была расслабленной. Холодное и строгое выражение лица для неё уже привычка. Этакая снежная королева. Хроническая серьёзность старит женщину. И, напротив, приветливое лицо омолаживает лучше любой косметики. Чтобы доказать это, мы попросили женщин снять макияж. Пока мы молоды, красота или её отсутствие – вопрос удачи. Но с годами лицо становится отражением нашего характера. На нём навсегда запечатлевается наше привычное выражение «доброе», «весёлое» или «грустное» и «злое». И исправить это выражение ни косметологам, ни хирургам не под силу. Красота – это не качество, а состояние. Состояние здоровья и ухоженности. Состояние лёгкости, доброжелательности и уверенности. А некрасивых женщин не бывает. Есть только женщины, не знающие, что они красивы. Редактор субтитров А.Семкин